Когда я была ребенком, у меня дома периодически появлялись кошки, потом они начинали либо гадить не туда, и мама их выбрасывала всех, а я ходила их и искала. Мне казалось, что им будет плохо на улице. Но потом просто дело в том, что я собирала не всех кошек, я собирала только тех, кто был болен, потому что я понимала, что они не выживут. Вот этот Леша, его я взяла с мусорки, в больном состоянии он был умирающий, больной гунчук и щенком был. Год он у меня был на лекарствах, лежал неподвижно, с пеленками, с памперсами и так далее. И когда уже силы были на исходе, я как-то один раз ночью ему сказала, что если ты не встанешь завтра утром, то все, я тебя усыплю, как мне советовал ветврач. Но он встал. С кошками они вообще на кошек не обращают никакого внимания, кошки их бьют периодически там и так далее. Бьют кошки? Да, да, да. Единственное, что у них, они почему-то очень любят именно кошачий корм, то есть свой корм они не всегда съедают. А вот кошачий корм, почему-то именно вискос они едят с удовольствием, хотя он считается не очень хорошим кормом. Снима кошечка лежала у меня под балконом со сломанной ножкой, вот у него до сих пор есть отголоски этого, то есть она не очень хорошо растет у меня. То есть как была вот такая вот замухрышная, так и осталась уже полтора года, да? Персика в лесу привязали к дереву и оставили, вот мне его принесли волонтеры. Очень умный кот оказался, очень умный, такой покладистый, очень хороший характер, все кушает. Но на Мишу верхом катается. Да, на Мишу верхом катается, и вот и Маша еще на нем катается. Это вот недавно мне подкинули Машенька. И Маша на нем катается, да? Вот Маша самый общительный котенок. Остальных воспитывает черныш. Вот я трех котят уже отдала в хорошие руки, и как только появляются маленькие дети у меня, вот черныш, слепой кот из приюта, друзья, вот он их и воспитывает. Продолжение следует...